Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID массива RockStore NAS. Как установить операционную систему RockStore NAS, создать RAID и настроить хранилище. RockStore NAS это операционная система для сетевого хранилища данных, которая предоставляет пользователю простой и удобный интерфейс для хранения, управления и обмена данными в сети. RockStore разработан на базе Linux, и предназначен для установки на оборудование для хранения данных, такое как серверы, жесткими дисками или сетевые хранилища. Основные характеристики RockStore NAS следующие. Поддержка различных RAID уровней для обеспечения безопасности и отказоустойчивости данных. Возможность создания сетевых файловых систем, таких как NFS, SMB, CIFS для общего доступа к данным в сети. Простой и интуитивно понятный веб-интерфейс для управления и настройки системы. Гибкие возможности по масштабированию системы с добавлением новых дисков и расширением хранилища данных. Набор функций файловой системы BTRFS. RockStore предоставляет множество функциональных возможностей для хранения данных и обеспечения их безопасности, что делает его отличным выбором для домашнего использования или для малых и средних предприятий. Он предоставляет простой и удобный способ управления данными, делая процесс хранения и обмена информацией более удобным и эффективным. RAID массивы – это эффективный способ обеспечения безопасности и надежности хранения данных на сетевых хранилищах, таких как RockStore NAS. Однако иногда возникают ситуации, когда данные становятся недоступными из-за сбоя RAID массива или поломки сетевого хранилища. В этом видео мы рассмотрим, как справиться с такой проблемой и вернуть доступ к вашим данным. Для ознакомления с операционной системой RockStore NAS рассмотрим ее установку. Установка RockStore – это относительно простой процесс. Перед инсталляцией убедитесь соответствует ли ваш сервер системным требованиям. Загрузите последнюю версию RockStore с официального сайта. Вам нужно скачать ISO образ для записи на USB накопитель. Создайте загрузочную флешку с помощью программы Rufus или Etcher. Далее подсоединить USB флешку к компьютеру, на которой вы хотите установить RockStore и загрузить его. Для запуска с флешки нужно настроить приоритет загрузки в BIOS или нажать кнопку для выбора устройства загрузки. В результате вы видите окно Grab. Здесь выберите RockStore NAS. Далее появится экран установки с предупреждением о том, что данные на диске будут удалены. Для продолжения нажмите Yes. В окне приветствия нажмите Start. Укажите регион, выберите раскладку клавиатуры, примите лицензионное соглашение. Далее выберите временную зону и задайте пароль root пользователя. Введите еще раз для подтверждения. ОК. После установки RockStore будет готов к использованию. Для получения доступа к веб-интерфейсу нужно определить IP-адрес NAS. Введите логин и пароль root и выполните команду MyIP. Далее откройте браузер на одном из ПК подключенных к общей сети и введите IP-адрес NAS устройства. При первой загрузке нужно указать доменное имя, логин и пароль нового пользователя. Теперь вам доступны все его настройки. Далее можно создать хранилище, добавить общую папку и настроить сетевой доступ. Теперь давайте разберем как создать RAID на данном устройстве и добавить сетевую папку. Для примера я покажу как собрать три диска в один массив RAID 5. Откройте раздел Storage – Pools. Здесь кликните по кнопке Create Pool. В окне настроек задайте ему имя и выберите уровень RAID. Далее если нужно выберите уровень сжатия и точку монтирования. Я оставлю их без изменений. Отметьте диски из которых будет построен массив и ниже нажмите Подтвердить. В результате у вас появится новый пул. Теперь можно добавить сетевую папку. В разделе Shares кликните по кнопке Create Share. Задайте имя и другие параметры. В том случае если у вас не загружается операционная система RockStore NAS ее можно переустановить, а затем подгрузить прежнюю конфигурацию. С помощью данного способа удастся установить конфигурацию в том случае если система была установлена на отдельный накопитель, который не брал участие в создании RAID массива. Для восстановления вам понадобится та же загрузочная флешка. При загрузке выберите последний пункт Failsafe Install RockStore. Данная установка ничем не отличается от предыдущей. Главное не перепутать диск на который была установлена прежняя операционная система, иначе вы можете затереть RAID конфигурацию. Далее после установки и загрузки системы в окне веб-интерфейс откройте раздел Storage . Здесь возле дисков из которых был построен RAID нажмите кнопку импорта. Click to import data. Таким образом система автоматически импортирует старую конфигурацию, которая осталась на дисках, включая пулы и снэпшоты. После импорта папки с файлами не оказалось, скорее всего таким способом вернуть их не получится. Если у вас остался актуальный снэпшот, можно попытаться восстановить данные с него. В том случае, если вы случайно удалили файлы или устройство с RockStore нас вышло из строя и предыдущий способ не помог восстановить утерянные файлы, вам поможет специализированная программа для восстановления данных с RAID – Hetman RAID Recovery. Программа позволяет восстановить удаленные или поврежденные данные, а также восстановить доступ к данным с разрушенным RAID массивом. Поддерживает большинство файловых систем и типов RAID, поможет восстановить данные в случае поломки после случайного удаления, форматирования, неудачной настройки или прошивки NAS. При потере доступа к данным, хранящимся на сетевом хранилище, в результате аппаратного сбоя оборудования, поломки контроллера или другой аппаратной части устройства. Данные на дисках в таком случае остаются нетронутыми и могут быть обработаны с помощью программного обеспечения для восстановления данных. Для восстановления данных извлеките диски с сетевого хранилища и подключите напрямую к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. В RockStore NAS RAID собран на файловой системе btrfs. Программа видит их как отдельные диски. Проанализировав один из накопителей, вы сможете увидеть свои файлы. Дело в том, что при создании RAID 5 на файловой системе btrfs в RockStore NAS система использует технологию смешанного RAID, которая позволяет комбинировать различные уровни RAID для обеспечения максимальной эффективности и гибкости. Поэтому программа не может определить конкретный уровень массива. Для поиска файлов кликните по любому из накопителей правой кнопкой мыши и выберите открыть. Затем можно указать тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование, это займет меньше времени. Если программе не удалось найти файлов с помощью быстрого сканирования, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы и кликните по разделу правой кнопкой мыши. Выберите проанализировать заново. Полный анализ. Укажите файлов в систему. Далее. Откройте папку где лежали файлы, которые нужно вернуть. Выделите их и нажмите кнопку восстановить. Далее укажите куда сохранить данные. Диск папку и нажмите еще раз восстановить. По завершении все файлы будут лежать в указанном каталоге. Важно понимать, что восстановление данных с RAID массива RockStore NAS может занять довольно продолжительное время, а также много усилий. Будьте готовы к тому, что процесс восстановления может быть сложным и длительным. В некоторых случаях при серьезных повреждениях массива восстановление данных может быть невозможно. И все же с правильными инструментами и терпением вы можете успешно восстановить утерянные файлы. Приступая к восстановлению данных помните о важности сохранения оригинальных дисков, чтобы минимизировать риски дополнительного повреждения данных. А на этом все, надеюсь данное видео было полезно для вас и помогло восстановить утерянные файлы. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok